Шанти-шанти-рыф и бензиновая горелка FireMeple FMSF5 Производитель позиционирует ее как самую легкую бензиновую горелку вообще Может быть даже в мире действительно легкая На мой взгляд тяжелее, чем бы мне хотелось, но нормально Учитывая, что это бензин, я готов себе саммириться без вопросов Нет пьезоподжига, супер легкая, помпа пластмассовая Но мы уже качались, с ней ничего не случилось Долочка на 330 мл в комплекте Мы налили бензином где-то вот так вот Больше у нас не было бензина для зажигалок Можно налить какой-то другой комплект Идет ремнабор Важно, что здесь есть силуэл, то есть масло для герметизации швов, герметик Вот этот вот шов немножко у нас подтекает Не сказать, что сильно, я не вижу в этом никакой проблемы Потому что с завода она пришла Вот уже видите, с загерметизированным аналогичным швом снизу То есть по идее вся конструкция разборная Поэтому просто чтобы не открывать упаковку этого дела Сейчас не стану вообще открыть и загерметизировать Проблема решится Все элементы идут в запас Вот есть там большое кольцо По идее это большое кольцо Мне кажется, это вот оно, да? Должно она, хотя нет Какое-то поменьше Короче говоря, надо искать, куда оно одевается Все кольца идут Может быть оно внутреннее какое-то стопное кольцо Я не знаю Есть крышечка для бутылочки? Да, есть крышечка для бутылочки Вот она стандартная, тоже с колечком В принципе, эти кольца можно доставить, купить Мне кажется, они должны продаваться Либо купить просто бутылочку в конце концов Самое простую и снять с него кольцо Вообще не беда Такая же конструкция применяется почти везде в такого типа бутылок Есть чехольчик И, что интересно, есть драйвера Если у вас горелка не заработает То нужно инсталлировать Смотрите, под линукс нет Под линукс он не пойдет Придется пересобирать кернет Что очень долго Соответственно, пока мы будем дальше разговаривать Мы ее закручиваем И делать будем так, говорит производитель Заявляется двадцатикратное нажатие на помпу Когда помпа уже нажата достаточное количество раз Вот, кстати, я сейчас стал закручивать И немножко криво пошло Так И все-таки она вертится Все встало ровно в итоге Мы ее закрутили достаточно сильно, как нам кажется Сильно не будем Жмем двадцать раз Двадцать раз нажали Кладем И попробуем немножко при открытии Посмотрите, теоретически теперь горелка должна быть открыта И должен немножко вылиться бензин А может и не вылиться Сейчас узнаем Нет, ну он, конечно, потек Но это как-то совсем грустно А если немножко поднажать А вдруг этого хватит? Ты знаешь, что производитель заявляет полторы минуты А, вот, да Если поднажать Ой-ой-ой-ой Аккуратнее с под нажиманием Все, мы прикроем Будем считать, что этого достаточно И воспользуемся нашим другом Походным криптоанализатором Пока походный криптоанализатор анализирует Мы подбавим немножко давление И начнем потихонечку открывать Что-то вот даже Отсюда текло Знаешь, получается, что Мы просто не прогрели трубку Поэтому эта инструкция, как делать, не нужно То есть смотри, у нас, видишь, у нас получилось Строя бензина просто Соответственно, ладно, мы это прикроем Ждем тогда, пока трубка прогреется Все-таки поселение Производитель заявлял про полторы минуты Зря мы не стали этого делать И побоялся, что бензин просто погаснет Так интересно, очень красиво горит Господи Знаешь, мне кажется, мы еще раз будем переснимать Нет, можно как бы вот Я вспомнил анекдот, как умирает водитель автобуса И священник Только не говори, что она погасла Знаешь, она погасла Мы еще плюснем бензин Мне пора Нашему ассистенту пора Да, умирает водитель автобуса И священник И, значит, распределяет там Возле ворот Какого-то священника Ват У водителя Соответственно, в рай Что за херня интересует? Священник Говорит, знаете, пока Вы, товарищи, читали свои проповеди Все спали А пока этот водитель автобуса вбивал автобус Все молились Лопата Ну Я думаю, что конструктор не полный идиоты Бензина должно хватать на прогрев Что, может быть, мы пока не словили фэн-шуй Хотел бы медленно открывать Нет, послушай Ну, это так нельзя даже Ну, что-то такое Ну, что-то такое Я сдаюсь Спасибо за субтитры Алексею Дубу